Божаю здоровья, шановне украинцы! Встреча с господином-канцлером Олафом Шольцем особенно содержательна для нашей обороны. Кроме Берлина посетили также Ахен. Был на военной базе, осмотрел леопарды, осмотрел мардеры, поблагодарил наших воинов, которые тренируются на немецкой технике. От имени и в честь украинского народа получили в Ахене весомое европейское отличие имени Карла Великого. Впервые в зале, где чествуют лауреатов, звучал украинский язык, в речи. Украинский будет одним из официальных языков Европейского Союза, я уверен в этом. Франция. Встреча с господином-президентом Макроном. Длительные, полезные переговоры. Есть новый военный пакет. Мощный. Есть новые политические договоренности. Великобритания. Встреча с Риши, господином-премьер-министром Сунаком. Оборона и очень важное британское лидерство в военных коалициях. Перед запланированными на ближайшее время международными мероприятиями скоординировали наши позиции перед J7, саммитом в Вильнюсе. На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно. Благодарю Италию за помощь в защите жизни наших людей. От защиты неба до подготовки полноценного восстановления Украины после боевых действий. Спасибо Германии за самый большой оборонный пакет – 2 миллиарда 700 миллионов евро. Система ПВО «Айрис» разных модификаций, много ракет к ним, пушки, снаряды, бронетехника. Кроме того, Германия поддержит нашу страну долгосрочно, для этого есть 11 миллиардов евро сугубо на оборону. Плюс Германия принимает участие в Европейском фонде мира, который усиливает нашу защиту. Благодарю Францию за новые возможности для наших воинов в противодействии российскому террору. И сейчас еще не время говорить о деталях. Спасибо за дополнительную технику, за дополнительную бронетехнику, за помощь в консолидации партнеров. Спасибо Великобритании за договоренность об обучении наших пилотов. Создаем коалицию для тренировки пилотов на современных западных самолетах. Британия – да, Польша – да, и я уверен, подключится Франция, другие партнеры. Мы продолжаем работать и над коалицией истребителей, двигаемся активно. Конечно, спасибо Великобритании за лонг-рэнч возможности для наших воинов, за дальнобойность. Итак, главные результаты за эти дни – новое оружие для Украины, уважение к украинцам. Нашу победу удалось сделать ближе, и мы еще добавим поддержки. Я это знаю, я верю в это. Слава всем, кто в бою ради нашего государства. Слава всем, кто помогает. Слава всем, кто тренирует наших бойцов. Слава Украине! Слава Украине!